В эфире итоговый выпуск программы «Спортобзор» и я ее ведущая Кристина Лата. Триумф каратистов на чемпионате России, подготовка Сибири к сезону и Всероссийский фестиваль ГТО. Об этом и других спортивных новостях региона в ближайшие 25 минут. Задача минимум – выйти в плей-офф с максимально высокого места в регулярном чемпионате. Такую установку дал хоккейной Сибири губернатор Андрей Травников, который является и председателем попечительского совета клуба. Глава региона провел традиционную встречу с командой перед стартом сезона. До его начала остались считанные дни. В составе Сибири летом изменений было немного, чего не скажешь про тренерский штаб и руководство клуба. Как раз к ним и было больше всего вопросов журналистов на традиционной предсезонной пресс-конференции. Побывала там и наша съемочная группа. Сборы, потенциальные новички, выбор капитаном, турнир в Омске – темы, которые волнуют, пожалуй, всех людей, неравнодушных к Сибири перед началом сезона. Особенно кубок Блинова. Там команда провела четыре матча. В двух одержала победу, в двух проиграла в сухую. Сибирь хочет играть в атакующий хоккей, но пока есть проблемы с реализацией моментов. При этом тренерский штаб посмотрел в деле весь состав. Игроки резерва, кроме третьего вратаря Владимира Табатчикова, получили шанс проявить себя. По итогам турнира мы приняли решение, что пока новобранцев не будет. Конечно, все возможно, что-то может поменяться, где-то интересное предложение появится, да, и оно будет для нас выгодно и интересно, тогда мы, конечно, его реализуем. Но пока решили идти тем составом, который есть, нас он удовлетворяет. Тема с новичками особенно остро стоит на фоне травмы Дмитрия Овчинникова, который выбыл приблизительно на два месяца. Плюс без контракта до сих пор воспитанник Сибири Никита Шашков. Вокруг его будущего летом ходило много разговоров, но оно до сих пор туманно. Интересовали журналистов и мнения игроков и тренерского штаба по поводу нового календаря КХЛ. Регулярный чемпионат теперь продлили до конца марта. Но главное событие сезона для Новосибирска все же будет в феврале. Наш город примет матч звезд. Мы надеемся, что пройдет все на очень высоком уровне. Я в этом просто убежден. Это даст еще больше, наверное, популяризации в нашем регионе. Привлечет как можно больше детей к хоккею. А звездный новичок Сибири, олимпийский чемпион Сергей Широков, оценил атмосферу на новосибирской арене. Товарищеский матч с Югруей собрал на трибунах почти 9 тысяч зрителей. Для летнего хоккея событие редкое. И болельщики хором исполнили гимн России. Это еще не полный стадион был. Да, что будет, если полный зал будет, особенно на некоторых играх, хотя это практически всегда аншлаги. Я думаю, что соперник у нас почувствует, что наш болельщик это на самом деле еще один дополнительный игрок у нас дома. И тут я эту инициативу только поддерживаю, приветствую. Я думаю, мы продолжим вместе с болельщиками. Первый аншлаг сезона Сибирь может собрать уже 15 сентября на стартовом домашнем матче с авангардом. Сибирским дерби откроют клубы и новый сезон. 4 сентября соперники сыграют в Омске. Все матчи Сибири, как всегда, смотрите в прямом эфире на телеканале ОТС. Теперь коротко о других новосибирских клубах. Дела у Сибири футбольные идут не самым хорошим образом. Тренера сменили, но игра лучше не стала. Крупно уступили курскому авангарду на выезде. О том, как сыграли дома с Велесом, расскажем в понедельник. Подведем и итоги волейбольного Кубка Губернатора. Он же второй этап Кубка Легенд. Сможет ли локомотив пробиться в финал четырех первого турнира сезона? Все решит домашний тур, который завершится в воскресенье. Лучшие в стране. Новосибирские каратисты завоевали командный кубок чемпионата России. Парни выиграли золотые медали второй год подряд. Победа девушек – сенсация. Их золото первое в истории. В этом спортивном зале тренируются многие каратисты сборной области. Но не сегодня. У парней и девушек заслуженный отдых после чемпионата России. Наша команда стала лучшей в стране. Анастасия Чупина – одна из тех, кто выступила особенно ярко. Завоевала две золотые медали. Не было таких проходных боев. Особенно был сложный бой финальный. Это была одна из моих принципиальных соперниц, с которой мы очень хорошо общаемся, постоянно конкурируем. И в этот раз победа была за мной. Помимо личных состязаний были выиграны командные состязания. За всю историю новосибирского каратэ женская команда завоевала первое место. Это, не знаю, сенсация какая-то была. Также два золота у лидера мужской команды Юрика Аганесяна. А вот его товарищу Кириллу Ковалеву никак не удается добраться до высшей ступени пьедестала в личных соревнованиях. Пока бронза. В бой за выход в финал попался лидер сборной России. Очень опытный соперник, уже более 30 лет ему. С ним не раз уже встречался и все, не могу его одолеть. Но думаю, в будущем с ним еще поборемся и выиграем. Секрет успеха новосибирских каратистов в детально проработанном плане подготовки. Тренерский штаб составил его так, что к чемпионату страны каждый подошел в оптимальной форме. Месяц мы упорно готовились к чемпионату, проводили с ребятами по две тренировки в день. Спортсмены очень старались, была большая нагрузка, но они справились. Очень рад, что наши лидеры, например, Юрий Каганесян, показали хороший, стабильный результат. А еще лучше, что есть резерв в виде перспективных молодых спортсменов. С иранским тренером Акбаром Абдали новосибирские каратисты работают уже около пяти лет. Он разнообразил подготовку, добавил занятия в бассейне, на стадионе и новые элементы к уже привычным тренировкам в зале. Такой подход тоже один из факторов успеха. А общий язык с иностранным специалистом нашли давно. Он по-английски чуть-чуть говорит, чуть-чуть по-русски уже говорит. Короче, у нас выработал свой жестов. Я не знаю, он говорит, если вам на камеру это сказать, ну вы не поймете, билиберда будет, а мы вот как-то, как он говорит, телепатик. В воскресенье лидеры новосибирского каратэ отправятся в Подмосковье на сбор в составе национальной команды. Ближайший крупный турнир, в котором планируют принять участие, домашний. Кубок Покрышкина. Он традиционно проходит в Новосибирске в начале октября. Впервые полумарафонскую дистанцию массово пробежали не в столице региона, а полумарафон Сузунской сибирской монеты. Такое название получил новый проект. И как вы уже могли понять, прошел он в Сузуне. Участие приняли несколько сотен человек. До главного полумарафона региона о памяти Александра Раевича осталось две недели. А свободные слоты на главную дистанцию фестиваля закончились. Об этом в интервью нашей программе рассказал президент Федерации легкой атлетики области Дмитрий Малахов. Добрый день. Две недели осталось до фестиваля бега. Как идет подготовка? Добрый день. Подготовка не прекращалась с прошлого фестиваля, поэтому целый год мы готовимся. Сейчас, наверное, самый аншлаг, потому что действительно осталось всего две недели. Команда работает круглосуточно, поэтому я могу сказать, что мы готовы. На самом деле сейчас нужно пройти сертификацию, потому что мы проходим прямо накануне фестиваля. За неделю у нас приезжают специалисты, которые сертифицируют трассу, промеряют ее каждый раз, несмотря на то, что считают, что Красный проспект все время одной длины. И мы получаем сертификат за неделю о соответствии трассы с заявленным требованиям. А как это проходит? Он замеряет специальными инструментами длину трассы и подтверждает, что у нас ровно полумарафон. То есть люди, я не знаю, там с линейкой? Да, специальными, да. У них там на колесиках такие специальные инструменты, замеряющие точностью до сантиметра расстояния. Трасса всегда одна и та же, но вот раз в пять лет мы должны проходить сертификацию. И как раз в этом году подошло? Да, в этом году подошло время. Согласуются планы сейчас по безопасности, потому что очень много новых требований, связанных с безопасностью. Ну и сами усиливаем. То есть мы определенное даже множество программ ввели для того, чтобы увеличить безопасность и участников, и зрителей. Ну какие-то новые там сейчас идеи возникают активно. В соцсетях мы участвуем, принимаем разные роды там мероприятия проводим подготовительные. Ну я сразу скажу, что с точки зрения подготовки спортсменов, я считаю, что ее можно заканчивать, потому что слоты у нас почти закончены. И сколько человек побегут в этом году? В этом году полумарафон побежит полторы тысячи, это мы лимит раз, мы его давно выбрали, и вот мы каждый год полторы тысячи человек запускаем. В этом году у нас новая дистанция, 10 километров. Это для тех, кто еще не готов на 21 и кто вырос уже из трех. Ну и для спортсменов, которые бегут 10 километров. Нас ее много просили, мы много сопротивлялись, потому что сложно еще одну такую дистанцию провести именно в соревновательном режиме. Но все, мы вводим ее, и на нее желающих очень много. В этом году мы лимит установили 700 человек, но в следующем году, скорее всего, будет такой же лимит, как на полумарафон. Тоже отдельные судейские бригады, отдельная разметка трассы, потому что у нас же трасса, она не просто стартом, финишем фиксируется, она еще по ходу дистанции и контрольные точки, которые пробегают участники, чтобы зафиксировать прохождение. Те, кто не отметился на контрольной точке, ну в смысле, кого чип не считал, вот, тот считается не прошедшей дистанцию, медаль свою не получает. То есть это по трассе стоят? Стоят специальные приемники, да, которые фиксируют прохождение участникам трассы. Ну вот трассу полумарафона, мне кажется, примерно все знают, как она проходит, а вот 10-километровая... То же самое, фактически, только в два раза меньше. А, ну то есть тот же круг только? Да, 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 там на 100 метров в одном месте сокращение происходит на одном из кругов, вот, а так та же самая, только вот два круга они бегут, не пять, а два. То есть участники стартуют на площади Ленина, потом бегут... Да, мы открываем с полумарафона, стартуют на Ленина, бегут до площади Свердлова, там разворачиваются, бегут до Фрунзе, там разворачиваются, такой вот круг получается. А раньше был, по-моему, с забегом на Октябрьску. А, с забегом на Октябрьску, да, извините, конечно. Мы специально это сделали, на самом деле, потому что у нас очень сложная трасса. Нам фактически от площади Свердлова до самого разворота на Фрунзе подъем. Такой тягун, такой тяжелый, на 21 километров таких пять подъемов реально тяжело даются. Когда они возвращаются, они успевают отдохнуть. Вот, поэтому мы сделали вот это выполаживание посередине на улице Кирова. Это как-то облегчает им участь. Но учитывая, что уже практически все слоты закончились, участников не останавливает наша сложная новосибирская трасса. Нет, у нас на самом деле сейчас еще остаются эстафеты. То есть мы в рамках полумарафона проводим так называемый КИДЭ. Вот это эстафеты, где бегут пять участников, которые сменяют на каждом круге друг друга. Вот там еще можно собраться в команду и поучаствовать. Вот, а так, да, у нас желающих в этом году необычайно много и на массовые дистанции, и на ползунков, и на детскую лигу на 60 метров, и на полторы, и на 3000. То есть у нас в этом году прямо беговое движение. Не может не порадовать Федерация легкой атлетики. Потому что все-таки любительский вид спорта – это дальше дети, которые идут в секции. Дети в секциях потом вырастают в чемпионах. А вот про полумарафонскую дистанцию. То есть заявляются в основном местные новосибирские спортсмены или очень много гостей? Очень много приезжих. И чемпионы, вы знаете, у нас в основном приезжие, особенно среди… Братья Рыбаковые. Да, они будут обязательно. Вот, ну, очень хочется, чтобы им конкуренцию все-таки когда-то создали. Я думаю, что в следующем году мы прям целенаправленно с ним поработаем. То есть пока у нас был свободный, скажем так, драфт, то есть, ну, все желающие, кто хочет, участвовать. Вот, в следующем году мы, наверное, будем приглашать уже, чтобы создать… Пора уже менять рекорд трассы, пора ускорять. Он тоже принадлежит братьям Рыбаковые? Нет, он принадлежит иностранцам, которые, по-моему, 15-16 лет назад бежали к кенийцам. А женские рекорды трассы? Женские у нас принадлежат, на самом деле, очень сложно его обозначить. То есть изначально рекорд трассы был устанавливан девушкой, которая потом попала под антидопинг. Вот, после этого был еще раз установлен рекорд трассы. Ну, вот, кстати, надеемся, что в этом году наши как раз новосибирские девушки, Анна Викулова, там, Лена Седова поборются за рекорд. Мы за рекорд доваляем отдельные призовые. Ну, по-моему, они побеждали, да, на предыдущих? Они побеждали, да, да, да. То есть они последние два года чемпионки. Поэтому новосибирские девушки здесь фаворитки, а вот мужчины все-таки фавориты, да, братья Рыбаковых. Кроме полумарафона и 10 километров, получается, это будет… Километра массовый забег, 3 километра для мальчиков и девочек старшего школьного возраста, полтора километра для младшего школьного возраста. Вот там, кстати, мы их разделили. То есть мы сделали совсем младших школьников отдельный забег и те, кто постарше. Все-таки в этом возрасте большая разница в росте и весе, да, они там совсем маленьких затаптывают. Ну, это безопасно. Нужно сделать, поэтому вот разделили их. Ну, и, наверное, в результатах тоже есть разница. А вы знаете, вот не факт, на самом деле. Может, если младшие школьники могут и выиграть, более старшие, они более ленивые. Чемпионат ползунков – это тоже такой символ фестиваля бега. Да, это наше изобретение. Кстати, по всей стране сейчас ползают дети. Да, первую в стране сделали мы 15 лет назад ровно. Наверное, те, кто начинал ползать тогда, 15 лет назад, они уже бегают. Да, мало того, они бегают, родители приводят целыми семьями, они ползают сначала, потом бегают 60 метров детской лиги. У нас мы в прошлом году вынуждены были изменить конфигурацию трассы, потому что у нас ползунки были в одном конце площадки, а 60 метров в другом конце. Нам родители сказали, слушайте, а у нас несколько детей, один ползет, другой бегает. Мы не можем метаться среди них по площадке, давайте их в одно место. Вот мы теперь в одном месте их проводим, рядышком. А на чемпионат ползунков есть какой-то лимит? Да, конечно, там тоже лимит есть, и насколько я знаю, он тоже уже где-то рядом, уже к выбранным. Причем у меня такое ощущение, что на чемпионат ползунков начинают спрашивать о том, про боя мы его или нет, еще для тех, которые будут дал мне еще родиться. А рекорд трассы есть в чемпионате ползунков? Ну нет, конечно. Ну может быть и есть кто-то вперед дополз. Нет, конечно, но на 60 метров у детей, которые дошкольники, мы прям все по взрослому. Электронный хорометраж, стартовый пистолет, то есть у них прям действительно все. И медаль. Медаль, конечно. Ну ползунков тоже, медали у всех есть. То есть медалью мы на всех забегах награждаем победителей, вот на каких-то первых трех, на каких-то первых десять, вот. А на 10,21 километра все-таки это же достижение для любого, добежавшего до финиша, мы даем всем медали. А есть какой-то особый дизайн медалей, может быть? Да, конечно. У нас каждый год новая медаль, каждый год новая майка. На самом деле мы в этом году, вы знаете, интересное решение приняли. У нас же традиционно на всех символах Новосибирска, там на любых мероприятиях. Оперный театр. Оперный театр, Буглинский мост, ну там что-то еще. Вот, мы решили, ну хватит, как будет самую монополию вот этих, все-таки город-то у нас большой, да. Вот, и мы решили с этого года начать позиционировать другие объекты интересные нашего города. В этом году у нас все связано с музыкой. То есть у нас стилизован зал Каца, вот его особенности, волнистый фасад. Вот, он и на медали, он и на футболках, и футболки стилизованы под нотную, эту самую, нотную грамоту, нотный стан. Да, и вот у нас в этом году зал Каца. Кто будет следующим, придумаем дальше. То есть в любом случае точно это будут нетрадиционные какие-то символы, но Новосибирск надо как-то подвигать. Вот несколько лет назад, мне кажется, была какая-то розово-фиолетовая форма, да? Мы каждый год делаем разные. У нас действительно, знаете, интересно, наши футболки стало заметно в стране. Вот я реально был несколько раз, когда в Москве видел просто бегущего человека по набережной, разминающегося. Футболки сибирского. Сибирского фестиваля бегать, да. Наши футболки очень славятся своей яркостью, дизайном красивым. В этом году вот специально не буду показывать, да, потому что реально их уже разобрали. Вот, и все увидят их на этом самом, на самом фестивале. И это будет реально классно, в оранжево-желтых цветах, яркий, красивый. И вот с кацом на груди. А вот для тех, кто не побежит, а придет поболеть, будут какие-то мероприятия? Ну да, у нас там какие-то активности. На самом деле, главное мероприятие, которое для тех, кто не побежит, это смотреть. Потому что вот там тоже в марафоне, на полумарафоне, на забегах, зрители активно принимают участие. Кто-то помогает там, подключается к волонтерам. Кто-то вот просто приветствует их тем самым пятюнями или просто криками и так дальше. До 100 тысяч зрителей у нас бывает, в зависимости от погоды. Ого, это на разных участках трассы стоят, поддерживают. Да, да, да. То есть у нас 15 тысяч участников, и при хорошей погоде до 100 тысяч зрителей в течение дня бывает. Мы самое массовое за Уралом мероприятие не только по участникам, но и по зрителям. У нас никакой хоккей и футбол с нами не могут слюбноваться. Ну, главное, чтобы погода не подвела. А вы знаете, судя по тому, что по желающим записаться, им все равно какая погода, они побегут. Зрителей, конечно, может быть меньше, а бегуны уже готовы бежать в любую погоду. Еще по поводу подготовки. Знаешь, что проводили тренировки для желающих? Конечно, мы уже несколько лет проводим. То есть мы просим, нанимаем профессиональных тренеров, которые бесплатно совершенно на стадионе «Спартак» проводят тренировки для подготовки. То есть за два месяца те, кто хочет бежать в полумарафон, это серьезно, к этому готовится. Я скажу, даже два месяца это мало. Вот я хотела сказать, за два месяца можно... Нет, два месяца они там оттачивают технику, какие-то вот свои слабые места пробивают, да. Ну, реально к полумарафону нужно готовиться. Ну, я думаю, что вот-вот сейчас закончится этот, нужно готовиться к следующему. Да, да. 21 км – это серьезная дистанция. На самом деле, просто так ты с дивана не встанешь. Даже если ты считаешь себя очень хорошим бегуном, не побежишь в полумарафон. Его надо уметь технично бежать. Для того, чтобы это было тебе в радость, для того, чтобы ты добежал до финиша, а не выдохся по дороге, нужно, во-первых, технику, а это только тренер может поставить. Во-вторых, просто подготовить свой правильный организм. Поэтому там подскажут и как питаться, и как подготовиться, и как дышать. Ну, что им это важно. И последний вопрос. Когда пройдет фестиваль 14-го числа? Когда все стартует? Когда все начинается? Первый старт в 10 часов. Стартует полумарафон. После него стартует через 3 часа 10 км. Ну, и дальше полтора часа где-то десятка. И после этого один за другим идут забеги детские, потом массовые. То есть самый последний массовый забег. Мы на нем ожидаем больше 5000 участников. И по ходу всего мероприятия будет награждение, ползунки, и детская лига начинается в 11 часов. Скучно не будет весь день? Вообще не будет. Да, действительно, это очень классное мероприятие. Приглашаю всех и вас лично. Приходите, действительно, стоит посмотреть. Спасибо большое, Дмитрий Олегович, что пришли к нам и ответили на вопросы. Спасибо. До свидания. И в завершении выпуска большой репортаж Михаила Якимова из Томска. Мой коллега съездил туда поддержать новосибирскую команду на финале семейного фестиваля ГТО. Регион представляла семья Груздевых из села Раздольное. Эстафета – финальный и самый зрелищный вид программы Всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд. Дети прыгают, дедушки и бабушки качают пресс, мамы отжимаются и приседают. Папы поднимают гирю и подтягиваются. Новосибирцы выступают в 10-м забеге. А пока следят за конкурентами, в числе которых соседи-кимировчане. Мы иллюзии не испытываем, знаем, что соперники сильные сейчас будут. Конечно. Потому что мы недолго не задержимся. А как в целом, довольны тем, что показали? Вот в сравнении с отборочным, например, в Кемеровской области испытаниями. Лучше. Лучше. Я думаю, что это был лучший забег. 2 минуты 20 секунд, не считая сотых долей. Результат кемировчан как ориентир для новосибирцев. На старт команда Груздевых вышла собранной. Последние инструкции от судей и в бой. Сперва немного отставали, но мама Алена исправила положение. Догнала и даже немного обошла соперников. Папа Иван развил успех. И в итоге в своем забеге новосибирцы стали лучшими. Но на 3 секунды отстали от кемировчан. Промежуточное второе место. Больше всего за остальных переживаешь, чем за себя. Что все хорошо было. Ну, у нас, я думаю, все получилось. Забегая немного вперед, скажем, что в эстафете ГТО новосибирская семья заняла 14 место. Но фестиваль – это еще три дня различных испытаний. Плавание, стрельба, силовая гимнастика и другие нормативы. Большая конкуренция. И очень интересно бороться такой хорошей конкуренцией. То есть показать себя и посмотреть, как другие выступают. У нас тоже в Новосибирской области довольно-таки огромная конкуренция. Но здесь приезжают самые сильные из России. Поэтому было интересно посмотреть, насколько мы готовы к российскому чемпионату. Поддержать земляков приехали уже опытные участники фестивалей. Семья Кравченко из Каргатского района трижды представляла Новосибирскую область. В позапрошлом году остановились в шаге от пьедестала. Отмечают, что с тех пор сибирские команды становятся все сильнее. В Калининграде, когда мы стали четвертыми, на втором месте был Алтайский край. Мы четвертые. И потом еще мест пять были сибиряки. И в этом году, смотрю, примерно то же самое получается. Наверное, воля к победе. Это главное качество сибиряков. Эстафета – важнейшая часть программы. Благодаря результату здесь новосибирцы немного улучшили свое положение. И в итоговом протоколе фестиваля заняли 18 место из 52. Опытные команды хорошо знают ценность этого испытания. Основная борьба развернулась в последнем забеге между лидерами из Ханты-Мансийского автономного округа и их ближайшими преследователями – челябинцами и действующими победителями – томичами. Мы шли после многоборья на втором месте, проигрывая 20 очков. Поэтому очень было волнительно выходить на эту эстафету. Но мы готовились. Слава Богу, справились. Все хорошо. Как с волнением, так и со всей дистанцией справились, да. По аналогии с игровыми видами спорта, победу томской команды можно назвать волевой. В какой-то момент на дистанции немного отстали. Но сумели исправить положение и уверенно финишировали первыми. Не зря они в прошлом году выиграли. Причем они в прошлом году выиграли прям совершенно убедительно. И сегодня те команды, которые станут вторые и третьи, они прям подтянулись очень сильно, но не смогли. Сильнейшая команда, она есть сильнейшая. Просто подтвердила свой статус. Семья из Томской области стала первым в истории двукратным победителем фестиваля. А это значит, что в следующем году состязания сильнейших семейных команд России вновь пройдут в соседнем регионе. Для новосибирцев хорошая возможность посетить Томск и поддержать команду, которая представит нашу область. Смотрите спорт-обзор и будьте в курсе всех спортивных новостей региона. Напоминаю, программа выходит в эфир ежедневно. А наш сегодняшний выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok